Семён Кириллович Молдаванов По окончании Второй мировой войны боролся с бандформированиями в Западной Украине. А уже в мирное время четверть века проработал в Ветковской пожарно-аварийной спасательной части. Полгода он проходил обучение в специальном лагере. Из-за того, что он до этого работал судомашинистом, было решено его, человекознающим хотя бы какие-то азы техники, технической части, направить на службу в артиллерийские войска. Так называемые, всем известные, «Катюши». Вот он там был шофером на «Катюше» и заряжающим. Но вообще их полк, часть их была в резерве в Ставке главнокомандующего, поэтому их перебрасывали постоянно из одной точки в другую. Он рассказывал, что у него как у водителя под сиденьем стояла мина. То есть из-за того, что это был новый вид вооружения, нужно было, скажем так, в любом случае не оставлять эту машину, это движение врагу. Поэтому если бы была такая возможность, то нужно было бы подрываться вместе с машиной. Но вообще во всех операциях, которые принимали участие, общеизвестная артподготовка проводится до того, как начинается основной бой пехоты, танки и кавалерии, поэтому где-то около часа они проводили артподготовку в зависимости от боевых действий. И как можно быстрее они должны были сменить это место дислокации, потому что в ответ, естественно, немцы стреляли по «Катюшам». Поэтому когда я рассказывал, что кто не успел, тот оставался на месте. Ну, в том плане, что погибал. В 43-м году самый первый бой, куда он попал, это была Курская дуга, но не в самое пекло, а где-то так в сторонке. Он был там. Из, наверное, нескольких тысяч осталось их буквально пару десятков, вот, то есть самые такие зеленые. И он рассказывал, что к нему после боя подошел уже такой матерый солдат, лет 50-60. Он сказал, что если там, Семен, ты уже остался после этого боя, то, что ждено тебе до конца войны дойти. Но дошел до конца войны, вот, выжил. По его рассказам, он успел побывать и десантникам, и снайперам. То есть тебе дали винтовку, вот стреляй, или там нужно выходить. Вот он рассказывал, что одной ночью, когда нужно было прыгать с парашютами, вот они форсировали озеро Болотон, десантники прыгали на указанные места, то есть нужно было разжечь костры. И вот, видимо, каким-то образом в этом прознали враг и поставили вот эти костры прямо на озеро, на воду. Либо еще совсем-совсем хрупкие, то есть как бы выдержать валеного смог, а вот вся часть, которая прыгала, все они ушли под воду. Ну, кроме тех, вот мой дед их, наверное, немножко в сторону снесло. То есть пару человек буквально выжило. Люди живут до тех пор, пока мы их помним. Если у нас в памяти, в наших разговорах, в наших рассказах мы вспоминаем их дела, их какие-то заслуги, то они живы, и они рядом с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова